Добрый день, дорогие друзья! Приветствуем всех неравнодушных к истории Израиля и судьбе еврейского народа. Вспомним предыдущую передачу. 1919 год. Первая мировая война, которая продолжалась четыре года и унесла почти полтора миллиона человеческих жизней, закончилась. Представители 27 государств съехались в Париж делить добычу, в том числе землю Израиля, носившую в тот исторический период название Палестина. Здесь очень уместно вспомнить слова библейского пророка Яиля «И произведу суд над народами за народ мой и за наследие мое Израиля, которое они рассеяли между народами и землю мою разделили». Никогда еще в истории человечества до начала XX века землю Израиля не делили. Она была завоевана римлянами, византийцами, арабами, крестоносцами, мамлюками, турками, но ее никогда не делили. Главными заинтересованными лицами в разделе Ближнего Востока на Парижской конференции были руководитель делегации арабов Фессал I и сионистский лидер Хайм Вейцман. После Парижской конференции Фессал рассчитывал стать главой независимого арабского государства со столицей в Дамаске, как ему обещали англичане за помощь в войне против Османской империи. Вейцман верил, что евреям будет отдана Палестина под национальный очаг, которого они были лишены почти две тысячи лет. Фессала совершенно не интересовал Иерусалим и все, что с ним связано. Они с Вейцманом даже составили соглашение, которое определило границы арабского государства, к которому стремился Фессал и еврейского государства, к созданию которого стремился Вейсман. Арабы тем самым дали принципиальное согласие на выделение Палестины из арабского королевства и существования еврейско-сионистского государства. Соглашение показывало, что арабы не претендуют на Палестину. Это был единственный в истории случай, когда еврейские и арабские лидеры смогли договориться о границах своих будущих государств. Если бы страны-победительницы в Первой мировой войне прислушались к этому соглашению, то сегодня мы не имели бы непрекращающийся военный конфликт на Ближнем Востоке и не гибли бы люди с той и с другой стороны. Но победители начали делить мир, как им было выгодно. На мирной конференции я был свидетелем удивительных событий, связанных с палестинским мандатом. Я находился там, как глава иностранного отдела Лиги Наций. Главой секции иностранных дел, занимавшейся палестинским мандатом, был некий Эрик Форбс Адам. Он тесно сотрудничал с доктором Вайтсманом, который был очень предан делу сионизма. Каждый день мы в Париже обсуждали это дело. И каждый день я ему повторял, Эрик, ничего из этого не выйдет. Я не верю в успех. Я не верю, что можно переселить в страну, принадлежащую другим множество людей, не создав тем самым великого множества проблем. Эрику Форбс Адаму надоело выслушивать от меня все время одно и то же. И он сказал, давай встретимся и пообедаем вместе. Только дай мне время подготовиться к этой встрече, например, в следующую пятницу. Хорошо, в следующую пятницу, согласился я. И кого же я застал на этом обеде? Лоренца Аравийского и Эмира Фейсала. Эти два человека обратили меня в сионизм. Фейсал произносил речи, а Лоренц Аравийский переводил с арабского. Эмир Фейсал сказал мне, мы, разумеется, хотим, чтобы сионисты приехали в Палестину. Мы знаем, как будут развиваться события. Они привезут огромный капитал из Америки и из других стран, привезут великих ученых, ведь все величайшие ученые мира евреи и безводные. Пустынная сегодня Палестина преобразится, превратится в сад, расцветет как роза. Мы обратимся к их экспертам, будем работать вместе. Так мы поступим во всех странах, которые мы, арабы, превратили в пустыни. Мы заставим эти земли расцвести вновь, как в былые времена. Итак, у сионистской делегации во главе с Хаимом Вайтсманом, Нахумом Соколовым и Менахимом Усышкиным не было на мирной конференции арабской оппозиции. В своей речи Усышкин заявил, что евреи имеют право на самоопределение. Землю Израиля, сказал он, насильственно отняли у еврейского народа, который был изнан и рассеян по всему свету. И вот сейчас я, потомок этих изгнанников, стою перед вами и требую, чтобы нам отдали отнятую у нас родину. Соглашение между Фейсалом и Вайтсманом не суждено было выдержать проверку временем. К концу мирной конференции англичане объявили, что они смогут выполнить обещание арабам из-за сопротивления Франции. Которая требует для себя мандата на Сирию и Ливан. Фейсал вернулся в Дамаск с пустыми руками. Когда пришла весть о том, что французы собираются выслать Фейсала из Сирии, так как он слишком пробританский настроен, его сирийские и палестинские сторонники решили начать борьбу. В Иерусалиме также кипели страсти. Когда в 1920 году праздничная процессия Неби Муссы покидала храмовую гору и столпы раздались выкрики «Да здравствует король Фейсал и смерть евреям!» Неожиданно арабы напали на евреев. Я никогда этого не забуду. Случилось это в праздник Неби Муса. Этот праздник всегда нравился как туристам, так и евреям. Их песни, энтузиазм, мечи. Но мечи поднятые в радости. Я никогда не слышала, чтобы кого-либо ранили. Тогда, в то воскресенье, они неожиданно побежали, размахивая мечами, указывая в сторону гостиницы. Эта гостиница полна сионистами. Сионисты приехали. Они отнимут у нас Иерусалим, алейхум. Держи их, бей их, смерть им. К тому времени, когда они до нас добрались, они уже убили несколько человек. Я тогда не знала, что такое смерть. Думала, ну бросили камень, подумаешь. Но те, в кого эти камни попадали, больше уже не вставали. Бесчинцы 1920 года были первыми яростными атаками арабов на сионизм. Было убито 7 евреев и 200 ранено. Мир был мало озабочен событиями в Дамаске и Иерусалиме. Тремя неделями позднее союзные державы собрались на конференцию в Сан-Ремо на итальянской ривьере. Здесь представителям великих держав предстояло подписать соглашение о разделе Ближнего Востока. Франция получила мандат на всю Сирию и Ливан. И тут же изгнала Фейсала из Дамаска. Британии достался мандат на Ирак и Палестину. И она компенсировала, изгнав Фейсала из Сирии, сделав его королем Ирака. Палестина, находившаяся по обе стороны реки Ордан, была отведена под национальный очаг для евреев. Я думаю, что это был первый открытый шаг, шаг того времени, как бы это сказать, положивший конец мечте об арабском единстве со столицей Дамаски, возрождающей величие умаев, что-то в таком роде. Да, я думаю, что это было очень важное событие. С тех пор, очевидно, политическая проблема превратилась во множество политических проблем, со своими особенностями в каждой части арабского мира. Это было началом раскола, если хотите. Арабские лидеры Палестины были потрясены таким развитием событий. Все их надежды стать частью независимого арабского королевства были разбиты. В отчаянии они обратились к мусе Казем Аль-Хуссейни, иерусалимскому видному деятелю и бывшему мэру, избрав его своим вождем. Теперь, сказал Муса Казем, после недавних событий в Дамаске, мы должны изменить наши планы здесь. Больше не существует Южной Сирии. Мы должны защищать Палестин. После окончания Первой мировой войны пришло время обсудить условия мирного договора. Это произошло на мирной Парижской конференции. На ней присутствовали представители всех враждующих сторон, но условия заключения мира диктовали победители. Основными державами, которые решили судьбу мира, были Англия, Франция, Италия и Соединенные Штаты Америки. Президент США Вудро Вильсон считал, что нации сами должны решить, как им дальше жить, что настало время падения империи и начала свободной торговли. Но европейцы смотрели на будущее по-другому. Франция в этой войне потеряла большую часть своего мужского населения. Чудовищный Западный фронт проходил по ее территории. Она хотела, чтобы Германия ответила за все свои преступления сполна. Во время Парижской конференции были заключены договоры, определяющие границы и сферы влияния стран участия в конференции. Но главным из них был Версальский. Это договор с Германией, на которой лежала вина развязывания мировой войны. Историки считают, что этот договор стал основной причиной начала Второй мировой войны. Он так унизил Германию, что послужил основным мотивом появления на исторической сцене такого персонажа, как Гитлер. Версальский договор привел к репарациям Германии, что выглядело примерно так. «Послушай, Германия, ты должна заплатить союзникам за все их потери в войне, которую ты развязала». Репарации выплачивались золотом, ресурсами, что тянуло экономику Германии вниз. Особенно в послевоенное и без того тяжелое время. Они составили примерно 400 миллиардов долларов в ценах 2013 года. Это очень, очень, очень большое число. Целью репарации было не столько опустить экономику Германии, сколько унизить целое поколение немцев, которые через 10, 20, 30 лет, не имея ничего общего с войной, должны будут выплачивать репарации союзникам. В общей сложности выплаты продолжались около 10 лет. Согласно Версальскому договору, численность немецкой армии была ограничена до 100 тысяч человек. Это очень мало для такого большого государства. Это скорее полицейские силы, но никак не настоящая армия. Германии не разрешалось иметь подводные лодки, авиацию, артиллерию и военно-морской флот. Также немцы лишились части своих территорий и колоний в Африке, на Тихом океане и в Китае. Целью всех этих репрессий было то, чтобы Германия больше не развязывала войн. Еще одного германского вторжения рассчитывали союзники. Больше не будет. Вместо этого вскоре начался быстрый рост экстремизма в Германии. Спустя всего одно десятилетие к власти легитимным путем пришел Гитлер. Всего четыре человека – премьер-министр Великобритании Ллойд Джордж, премьер-министр Италии Витория Орландо, премьер-министр Франции Жорж Клеменцо и президент Соединенных Штатов Вудре Вильсон определили судьбу мира на весь XX век. Благодаря Вильсальскому договору, заключенному на Парижской конференции в 1919 году, униженная Германия уже 1 сентября 1939 года развязала Вторую мировую войну, жертвами которой стали до 80 миллионов человек и 6 миллионов евреев – третья часть мирового еврейства. Посмотрите на этих милых интеллигентных людей. Мы ждем вас на следующей передаче. Субтитры создавал DimaTorzok